Первоклашки учатся спасать. В рамках месяца гражданской обороны сотрудники МЧС проводят учения для детей начальных классов. В среду познавательный урок прошел в 24-й школе областного центра. Участники совсем маленькие, первый Б-класс. Знакомим их с теми средствами индивидуальной защиты, которые необходимы при каких-либо химических атаках, биологических угрозах, при техногенных авариях. Самая основная задача, во-первых, напомните, основные требования пожарной безопасности первоклашкам, рассказать, как нужно себя вести и рассказать, что есть такая профессия пожарной, что она нужна, что она важна. Учения, как это принято, проходят в формате познавательной эстафеты. Немножко соревновательного духа, шутят организаторы, ребятам не повредит. Здесь две команды, пламя и искра. Задания школьникам дают не самые легкие. Например, затруднение у ребят вызвал конкурс с телефонным звонком. На скорость участники бегут до аппарата, называют свое имя, фамилию и адрес. Некоторые ребята волновались, что знают только город, улицу и свою фамилию, а вот номер дома и номер квартиры называли, к сожалению, не все. Но это у нас впереди, обязательно на ближайших уроках все отработаем. За время эстафеты ребята преодолели условно опасные зоны, смогли перемирить костюм пожарного, попробовали надеть противогаз. Эти средства индивидуальной защиты ребята видели впервые. Мне понравилось прыгать по кольцам, одевать форму, звонить по телефону. Мне все понравилось. Одеть пожарный костюм. А почему? Потому что там большие рукава и там сложно застегнуться. Мне понравилось, как я по телефону говорила. Мне понравилось, как мы тянули канат. На этом учение в школах не закончится. По словам специалистов, подобные мероприятия помогают школьникам на практике научиться действовать в опасной ситуации. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.